Слово имеет представитель Российской Федерации. Госпожа председатель, но прежде всего постоянный представитель Швеции. Примите наши глубокие соболезнования в связи с трагедией в Стокгольме. В ночь на 7 апреля США нанесли военный удар по территории суверенной Сирии. Мы квалифицируем удар как грубое нарушение международного права и акт агрессии. Решительно осуждаем нелегитимные действия американской стороны. Последствия для региональной и международной стабильности могут быть самыми серьезными. Атака стала грубейшим нарушением подписанного в 2015 году меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности в ходе операций в воздушном пространстве Сирии. Министерство обороны России приостановило сотрудничество с Пентагоном в рамках данного меморандума. В последнее время администрация США много рассуждала о необходимости борьбы с международным терроризмом. Этим оправдывалось пребывание американских военнослужащих и их союзников на сирийской территории, хотя они находились там без приглашения законного правительства Сирии и без санкций Совета Безопасности ООН. Манипуляции, соответствующие статьей Устава ООН, не выдерживают никакой критики. На деле агрессия Соединенных Штатов лишь способствует укреплению терроризма. Удар был нанесен по инфраструктуре Вооруженных Сил Сирии, ее боевой авиации, то есть против тех, кто все эти годы вел непримиримую борьбу с террористами. Нетрудно представить, насколько эти же террористы воспрянули духом после такой поддержки из Вашингтона. Сразу после ракетного удара началось массированное наступление Исламского государства и Нусры на позиции сирийских вооруженных сил. Повторяем еще раз. Еще раз повторяем. Вооруженные силы Сирии были и остаются главным институтом антитеррористической борьбы в Сирийской Арабской Республике. Кто будет бороться с терроризмом? Те незаконные вооруженные формирования, которые сотнями забросали в Сирию. Сотнями и тысячами. Вы уже разрушили институт вооруженных сил в Ираке, Ливии. Посмотрите, что там творится. Кстати говоря, такие действия противоречат международным решениям. В том числе Женевскому коммуника, который мы с вами вместе вырабатывали. А там сказано, урегулирование при обеспечении устойчивости государственных институтов. Это так устойчивость поддерживается? Российская Федерация с трибуны Организации Объединенных Наций объявила о необходимости формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, которая осуществлялась бы на базе принципов международного права. Мы неоднократно сигнализировали Вашингтону о нашей готовности к такому взаимодействию. Вы пошли другим путем. Нужно помнить, когда вы шли своим путем, это оборачивалось грубочайшими трагедиями для стран, регионов и населяющих их народов. Задумайтесь о последствиях. Вспомните, что вы уже натворили на Ближнем Востоке. Задумайтесь также о том, что ваши шаги серьезное воздействие оказывают на процесс политического урегулирования в Сирии. Сегодняшние призывы продвигать процесс политического урегулирования, они лицемерны. После военных ударов, к сожалению. На этом треке, на площадках Астаны, Женевы, в последнее время наметились видимые позитивные сдвиги. Какими целями вы руководствовались, когда подрывали этот прогресс? Достигнутый, кстати говоря, отнюдь не благодаря вам. Вновь использована история с химическим оружием. Сейчас в случае с Сирией была разыграна карта с представленным США, Великобританией и Францией проектом резолюции. Глубоко ошибочной была сама его логика, построенная на презумпции виновности Дамаска. А где же ваш золотой стандарт презумпции невиновности? Почему вы о нем помните в своих столицах, а на Ближнем Востоке и в других регионах забываете? А все происходит потому, что в Вашингтоне, Лондоне и Париже одержимы, я об этом говорил и в закрытых консультациях, и сейчас скажу, одержимы параноидальной идеей свержения законного правительства Сирии. Об этом красноречиво свидетельствует злобное, недипломатическое поведение и выступление паспреда Англии. Господин Райсков, перестаньте оперировать низкопробной, непрофессиональной аргументацией и обвинениями в адрес моей страны. Низкопробная и недипломатическая, беспардонная ложь. Более того, еще раз предупреждаю, даже не пытайтесь нас поссорить с арабским миром. Ничего не получится. А злитесь только потому, что ничего не получается. Вот почему злитесь. Все арабские страны Помнят ваша колониальная лицемерие. Своим выступлением посол Райкеров хотел отвлечь внимание от сути вопроса. Вновь не получилось. Поэтому напомним, что же все-таки произошло. Авторов инициативы на деле нисколько не интересовало. Нисколько не интересовало. Независимое и беспристрастное расследование. Компетентными международными структурами того, что же на самом деле произошло в Хан-Шейхуне. Скажу больше. Вы его боялись. Да, боялись. Независимого действительно расследования. А вдруг его результаты? А вдруг его результаты? Опровергнут вашу антирежимную парадигму. Боялись расследовать инциденты в Хан-Алясале. Боялись расследовать инциденты в Восточной Гути. А теперь в Хан-Шейхуне. Паспред США сказала нам, что есть точные свидетельства американских специальных служб, что это оружие химическое было использовано правительственными войсками. Мы сказали на это. Покажите нам. Специалисты увидят, так это или не так. Но при этом мы будем помнить, что генерал Пауэлл, по-моему, на этом же месте, потрясал пробиркой сибирской язвы, которую никогда не нашли в Ираке. Либо сотрудничаем профессионально, либо ультиматумы не сработают. Так не получается жить. Мир стал очень сложным и многополярным. Не получается так жить. Россия предложила партнерам по Совету Безопасности конструктивную альтернативу. Вам просто было нечем ее крыть. Не было профессиональной альтернативы. Вы ничего аргументированного нам не предложили. А именно, наша инициатива была основана на призыве к специалистам, подобранным на широкой географической основе, миссии ОСХО по установлению фактов и совместного механизма ОСХООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, как можно скорее, согласно нашей инициативе, как можно скорее выехать на место предполагаемого инцидента в Ханши-Худи с прилегающими районами для проведения профессиональных следственных действий. Ко всем сирийским сторонам было обращено требование незамедлительно обеспечить этим специалистам свободный и безопасный доступ к месту происшествия. Не лишним будет напомнить, что сирийское правительство не контролирует этот район провинции Глиб. Там хозяйничают поддерживаемые из-за рубежа военизированные группировки, тесно переплетенные с террористическими отрядами Нуссера. Им есть что скрывать, в том числе в контексте химического досье. Ну вы что, опять их пытались покрывать? Как покрывали в свое время отъявленных бандитов в Восточном Алеппо? Когда мы город освободили, все стало ясно. Не случайно многочисленные жалобы властей Сирии на факты масштабного ввоза в страну химического оружия, его накопления экстремистами, на специальных складах и применения против армии и мирных жителей, либо пропускалось мимо ушей, либо изучались долгие месяцы, пренебрежительно, с последующим налевым результатом. Миссия ОСХО по установлению фактов не работает добросовестно, предпочитает ориентироваться на сообщения от оппозиционеров, материалы интернета, социальных сетей и целого сумма неправительственных организаций с очень сомнительной репутацией. О работе с материальными свидетельствами на месте предполагаемых преступлений даже не помышляют. И вы хотите, чтобы мы согласились с этими данными? Да ни гроша ломаного не стоят. Мы также в нашем проекте обозначили необходимость формирования сбалансированного в географическом отношении кадрового состава следственной группы. Это важный момент, имеющий прямое отношение к вопросам беспристрастности и доверия. До настоящего момента экспертизу миссии по установлению фактов фактически узурпировали представителей одной страны, находящейся в авангарде антидамасского лагеря. Свидетельством вопиющих двойных стандартов служит игнорирование химических атак, совершаемых террористами в Ближневосточном регионе в целом. Вспомните последнее происшествие в Иракском Масуле. Где реакция международного сообщества? Где ваши предупреждения? В первую очередь всех тех, кто устраивает сегодня эти шумные публичные акции фан Шейхуни. Это что, жертвы иной категории? Второго сорта? Почему мы не видим на передовицах ваших газет колоссальной гуманитарной трагедии этого осажденного города? Речь идет о сотнях тысяч людей. Поэтому удары по Сирии это и попытка отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке и Сирии, вызванных односторонними действиями. Наносятся авиаудары пожилым домам и гражданским объектам. Толком нет гуманитарных коридоров. Вспомним историю маленькой девочки Хавры, жительницы Масула. Вы же про нее даже слова не сказали, которая стала символом этой трагедии. Когда ее дом попал под авианалет коллиции, все, кто был в этот момент рядом с ней, погибли. Девочка, слава Богу, осталась жива. Врачам пришлось за это побороться. Сейчас Хавра вышла из критического состояния, но почти ничего не видит. Мы не будем устраивать в этом зале циничный спектакль и демонстрировать фотографии. Но о трагедии Масула нужно знать. И даже не говорите мне, что говоря про Масул, мы хотим отвлечь внимание от Сирии. Это неправда. И кто знает нашу позицию, знают, что это беспардонная ложь. Мы не хотим отвлечь внимания никого ни от чего, тем более от террористических выпадов. Мы просто хотим вам сказать, что если боремся с терроризмом, то боремся на основе единых стандартов. Они по принципу плохой, хороший, свой, чужой. Вот как происходит. И не пытайтесь, опять я повторю, нас поссорить с правительством Ирака. В разные стороны с Ираком вы нас не разведете. Невозможно. Посмотрите на ваши взаимоотношения с Ираком и на наши. Десятка непостоянных членов Совета Безопасности предприняла попытку найти компромисс. Вчера вечером на созванных нами консультациях они благодарили американскую делегацию за то, что та отменила голосование. Но благодарить было не за что. Наши коллеги даже и не предполагали, что решение было это вызвано совершенно другими соображениями. Отнюдь не соображениями продолжения конструктивной согласительной работы. В Вашингтоне уже сделали выбор в пользу военной акции, которая была осуществлена и два члены Совета покинули здание ООН. призываем Соединенные Штаты немедленно остановить агрессию, включиться в усилия по политическому урегулированию в Сирии и начать согласованную борьбу с террористической угрозой. Мы к такому взаимодействию остаемся готовы. Сегодня много оскорбительных слов пришлось услышать по поводу нашего права ВЕТА. Нашего права, которое мы завоевали и применяем ответственно. Но применяем мы его только тогда, когда вы пытаетесь в Совете Безопасности осветить ваши безответственные геополитические проекты. Совет Безопасности вырабатывает согласованные международные решения. Но штамповать авантюрные геополитические проекты никогда не будет. Благодарю вас за внимание. представители Российской Федерации